Синегрупп Продакшн представляет По книге Энди Криффитса Привет, я Энди, я виртуоз, прикол, фантазия моя, бездонный океан, изобретающий... Продюсеры Мишель Намир, Даниэль Юберц Меган, я Шалун, я актер, гениальный трюкач, я супер-юморист, приколистый лавкач Режиссеры Тиэм Дейкон и Джон Минс Что с Энди? Фу, Энди, выведи своего пса отсюда Фу, Спэнк, ну и навонял же ты Этих неприятностей можно было избежать, но ничего не поделаешь Быть практикующим шутником-артистом, работа не из легких Какой кошмар, учиться на собственных ошибках, ё-боже, на сей раз я сам ошибся Лучшие враги Это было лучшее время, это было страшное время Кто знает, а ведь она права, это была одна из этих странных вещей в Истгекли Действительно, солнечный день Почти все были в хорошем настроении, улыбались друг к другу, были вежливы Короче, идеальные условия для шутки Или для злой насмешки, если вы Лик и Лич Что это с Ликом и Личем? Сегодня они в полной отвязке И это была правда, эти хулиганы взяли выходной Надо спросить Деросу, сможем ли мы сегодня задержаться на улице Спросить? Да, надо сказать ему, что такой мужчина Одна лишь мысль, что я могу похулиганить, меня очень греет Ой! Лик и Лич впали в бешенство Балдеж! Знаю! Мы крутые! Эй! Это деньги на завтрак! Были ваши, стали наши! У тебя с этим проблемы, Бонрик? Что делать, Энди? Ничего Ничего? Это план? Да, зачем давать им боеприпасы? Ничего не надо делать и посмотрим, как они это съедят Что вы делаете? Ничего Да, мы просто ничего не делаем Что ты сказал? Ничего Это он и сказал, Лик Кажется, они издеваются Смотри, Лич Он дышит Дышит нашим воздухом Знаешь, этот тоже дышит Не вопрос Можем не дышать, правда, Дэнни? Да Кому нужен воздух? Уж точно не нам Смотри, Лик Они правда больше не дышат Да, они по-прежнему меня бесят Они занимают пространство Эй! Моя счастливая кепка! Осторожно! Никому нельзя поступать так с моей бейсболкой Прости, Лич Я никогда так с ней не поступал Так-то лучше Да Знаешь, теперь стало намного больше места Лич, знаешь что? Что? Мы крутые парни Класс! Лич, так не обращаются с девушкой Ну-ка, помоги мне Попробуй, прочитай Да Есть! Что есть? Соломинка Хватит! Никто не смеет поступать так с Лори Пока я рядом и защищаю ее Мой герой Одна проблема Мы заперты и выхода нет Верно Энди? Энди, что это ты? Ты в шкафу? Зачем? А, поможешь? Хоть бы кто-нибудь дал урок Этим тиранам Эээ! Индейка? Каждый раз индейка на завтрак От нее меня клонит в сон Дэнни, ты гений! Вот, возьми под нос А я пока возьму содовую без кофеина Начинаем операцию Тяп и ляп Эй, смотри Прямо как суфлеры Зачем опять пришли? Мы просто хотим извиниться Да Нехорошо было дышать вашим воздухом Мы должны чем-то загладить свою вину Правильно Вот, возьмите наши завтраки Ли, знаешь, стоит каждый день сажать их в темную Точно Верно Вот Позвольте Так же просто отобрать леденец у младенца Или дать индейку индюкам Э, э... Э, э... А, что? Эй! Где моя бейсболка? А-а-а! Где моя бейсболка? Я тебя спрашиваю! Где моя кепка? Эй! Где твоя счастливая кепка? Кто-то украл! Что? Кто-то украл кепку? Кто осмелился сделать это? Эй! Смотри! Твоя бейсболка! Ты спер мою бейсболку? Нет! Это не я! Она что? По волшебству оказалась в твоей темной! Может, ты сам положил ее туда случайно, Верзила? Я бы никогда не положил бейсболку в твой шкаф! Бейсболка всегда при мне! Я знаю, ты взял ее! Зачем она мне? Я не люблю головные уборы! Я видел, как ты смотрел на кепку! Всегда хотел такую же счастливую, как моя! Поэтому украл! Верзила! Говорю тебе! Не брал я твою бейсболку! Чтобы больше ее не трогал! Да не нужна мне твоя бейсболка! Нужна! А теперь отдавай! О! Нет! Нет! Ну вот! Прочь с глаз моих лиг! Ты для меня больше не существуешь! Да не хочу тебя видеть! Ты совсем помешался на бейсболках! Мы свое дело сделали! Какой идеальный финал для идеального дня! Ловись, Пэнк! Да? Лучше быть и не может! Может! Какой отличной будет школа, когда Лик и Лич наконец замолкнут! Это будет зона свободной от шпады! Да! Рай хулигана! А что нам делать с такой свободой? Да что угодно! Кажется, это не приглашение на чаепитие! Лич! Какой сюрприз! Давно ты перестал... Как давно это было? Знаешь, никогда! Давно! Принести тебе что-нибудь выпить? Сиди! Это не важно! Думаешь, он догадался? А он может? Не знаю! И сломанные часы дважды в день верны! Хватит! Знаешь, Ларкин, ты нужен мне! Деньги? Сестра? Брюки? Помощь! А! Лик спер бейсболку! Мою счастливую бейсболку! И разорвал ее! Я вне себя! И ты мне поможешь расквитаться с ним! Я? Почему я? Потому что мы с Ликом были партнерами! И теперь мне нужен новый! Но у Энди уже есть партнер! Я? Но знаешь, я могу это изменить! Уже поздно! Мне пора! А? Что думаешь? Лич, мне льстит твое предложение, но я не могу вмешиваться! Понимаешь? Думаю, ты уже вмешался! Я? Да ты! Ну что скажешь? Отпусти, партнер! Где он? Не волнуйся, он будет тут! Поверь, это будет здорово! Знаешь, это уже лучше! Что я говорил? Вовремя! Кто там? Доставка пиццы! Пиццы? Я не заказывал пиццу! Питер Лик? Да! Но! Позови родителей! Класс, Дэнни! Отец Лика заставил его заплатить за все 12 пицц с луком! Наверное, он потратил на них все свои деньги! Видел бы ты это! Не думаю, что Лич хочет видеть меня! С чего ты это взял? Он сказал, что не желает! Должно быть, он уже про это забыл! И потом все кончилось! Пора переходить к более масштабным шуткам! Надо потолковать! Что такое? Не любишь лук? Кушать люблю, а так нет! Ты должен мне помочь! Тебе? Да! Не знаю почему, но Лич больше не дружит со мной! А так как он был моим партнером, то ты должен помочь мне отомстить ему! У Инди уже есть партнер! Хватит картофельная башка! Ладно! Лич обвиняет меня в краже его бейсболки и больше со мной не дружит! Так что мы должны ему хорошенько отомстить! Что скажешь, Ларкин? Я скажу... Положись на меня! Что? Ладно! Быстро давай идеи! Возможно, на этой неделе я тебя бить не стану! Лучше сделки желать трудно! Что ты делаешь? Я думал, мы партнеры! Партнеры! Не волнуйся! Но это уникальная возможность! Теперь, когда Лик и Лич верят мне, я могу делать с ними что угодно! Прямо как бесплатная лицензия на шутку! А как же я? О чем ты говоришь? Ты мой партнер! Мы как сало и яйца! Ты нужен мне, чтобы выработать классную схему! Мне кажется, Лику и Личу понравится такая яичница! Пошли! Надо работать! Пошли! Пошли! Это не я! Не я! Ты в порядке? Не считай ругательств твой адрес и твоей экстра-помощи. Я в полном порядке. Мне правда жаль. С другой стороны, все шутки хороши. Мы подписали Лика Ильичи на журналы «Мисс Недели» и «Девичий пирог». А также информировали школьную медсестру, что они уклонились от вакцинации. Я ничего не забыл? Прилюдное унижение. Верно! Я знал, что не все назвал. Дэнни, пиши письмо. Дорогая миссис Лик, пишу вам насчет вашего сына Питера, который показал необычный талант в классическом танце. Советуем вам водить его в балетную школу. Хе-хе-хе-хе. Как можно больше и чаще. И как можно скорее. Такой талант, как у Питера, нельзя растрачивать. С уважением, мисс Кёртси, учительница физкультуры. Хорошо, что мы подписали Личи на журнал «Пчела, жалящая маменькиных сынков». Надеюсь, он вытащит кишки из родителей, прочитав журнал «Еда клуба месяца». Кстати, я отменил телеграмму Лику. Отлично! Я назначил Личу визит к врачу для удаления зуба мудрости. Зачем? Как? Ему он только мешает. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Это не я. Хе-хе-хе. Привидение. Ну, конечно. Ладно, я пошёл. Кстати, я также работаю над его идеей ужаса. Нам понадобится козёл, немного мёда. Старина Бенслак должен тебе услугу, так что я могу использовать его. Дэнни? Дэнни? Обычно он тут. Что сегодня на завтрак? Отбивная и Амар. А ты что думал? Помни правила. Будь осторожен с тем, что ты хочешь, и так далее. Но всё проходит, конечно. Настроить Лика против Лича было делом забавным, только уже не весело. Жалко Дэнни. Привет. Привет. Что сегодня у тебя в программе? А ты уверен, что... Уверен. Я даже принял меры предосторожности. Надел подгузник, обувь без шнурков, так что никто не свяжет их вместе. Также взял стальной шлем. Каков же план, Энди? Я отвинтил стул Лика и измазал жиром порту Лича. О, должно быть хорошо. Да. Никогда не испытывал на себе ничего подобного. Это меня поразило. Я понял, на что сам нарывался. Я поссорил наших с Дэнни лучших врагов, и... Теперь... Всё валилось. Сидеть, Блохастый! Лежать, Блохастый! Блохастый, это твоя собака? Какие проблемы? Никаких. Отличная кличка. Кстати, Энди хочет встретиться с тобой в 8 часов около Гекклбурга. И просил принести большой мешок. Зачем ему большой мешок? Ты украдёшь собаку этого шутника? Накормишь её чили. Потом отпустишь домой, чтобы она там хорошенько навоняла. Класс! Энди Ларкин, бывший практикующий художник-шутник. Бывший? Что случилось? Что случилось? Это ещё мягко сказано. У меня иссякли идеи. Все ушли на этих кретинов Лика и Лича. Энди, не пари чушь. С любым настоящим художником такое случается. Депрессия, всё такое. Правда? Думаешь? В Гекклбургер вечеринка бухгалтеров. И я смогу достать нам чили сколько угодно. Встречаемся в 8. Отвлечёшься? Возможно, несколько чашек чили это то, что мне нужно, чтобы успокоиться в данной ситуации. А, что случилось? Не будем есть внутри? Нет, погода хорошая. Я думал, будем есть на улице. Ну, ты платишь, ты и музыку заказываешь. Смотри, Лич. Вот так сюрприз. Лич? Энди, я пришёл и принёс очень большой мешок. Я вижу, я очень рад за тебя. А у меня чили. Отлично, давай оттянемся. Я что-то не понял. Я забыл одну вещь. Иди за мной. Ну вот. Лик! Лич! Что он тут делает? Не спрашивайте, я всего лишь посредник. Что ты тут делаешь? Встречаюсь с Энди, а ты что делаешь? Я тоже встречаюсь с Энди. Минуточку. Я здесь ради бесплатного чили. А зачем ты встречаешься с Энди? Он помогает мне расквитаться с тобой за кражу кепки. О, боже. Я же сказал тебе, я не брал твою бейсболку. И потом. Почему он помогает тебе расквитаться со мной, если он помогает мне расквитаться с тобой? Смотрите, что у меня. Новая бейсболка. Теперь все может вернуться на свои места. Так, ты правда не крал мою бейсболку? Да я тебе сто раз говорил. Тогда кто же ее украл? Ты берешь шутника, а я четырехглазово. Пока, неудачники. Приятной ночи. Да. Увидимся утром. Мы крутые. Я не люблю чили. Кому ты это говоришь? Это было очень смешно. Зато сработало. Лич и Лик снова вместе. И ненавидят нас еще больше. Стой. У меня в голове что-то появилось. Нет, хватит. К тому же все стало по-старому. А мы выбились из графика. Выбились? Да. Пора выработать новые шутки. Нельзя позволить Лику и Личу думать, что они просто взяли над нами верх. Согласен? Абсолютно, партнер. Лично я готов спуститься отсюда. Да. Было здорово тут повисеть, но всему есть предел. Спэнк, скажи отцу, что нам нужна помощь. Фу. Это будет долгая ночь. Мы будем шутить. Спэнк, не воняй. Будем вырабатывать план вместе. Муж? Муж? Давно висите здесь, парни? А который час? Половина одиннадцатого. Всего три часа. А кажется, что намного дольше. Фу. О. Что это за вонь? И не спрашивай. Ну, вы и залетели. Муж, может, снимешь нас отсюда? Да, конечно. Извините. Сейчас. О, это псина нас доконает. Автор сценария... Редактор субтитров А.